Здарова друзья! Последнее время в игровых кругах ютуба начался новый тренд. О играх для слабых пк рассказывать. Не совсем я это поддерживаю, потому что ну что такое слабый пк? Это пк старше 4 лет. То есть 2 гиговые видеокарты, которые уже даже на средневысоких настройках не каждую новинку смогут потянуть. О гиговых видеокартах и вовсе лучше промолчать. Но тем не менее, даже такое железо сможет запустить практически любую новинку. Но, сами понимаете, что для этого придется пожертвовать всем чем только можно. Не только настройками качества, но и самим разрешением. Поэтому сама основа видосов об играх для слабых пк очень простая. Берешь любую игру старше 2 лет и она с легкостью запустится на слабом пк. И вы сейчас спросите, хм, слушай, так а нахуя нам смотреть это видео? Ну, я постараюсь немного выделиться. Для этого топа я отобрал 10 новинок 2016 года и нашел видосы на ютубе, где эти самые новинки запускают на максимально убогом железе. Посмотрев это видео, вы для себя сделаете вывод. Если ваше железо мощнее того, что я буду показывать, то смело можете покупать или скачивать себе эту игру. А если слабее, то, ну, пора обновиться. Так что усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Ну и первая игра моего топа это Doom. Doom, пожалуй, одна из самых нетребовательных новинок этого года. Еще на моей старушке GTX 670 я запустил ее на почти максимальных настройках и она мне выдала 40-50 фпс, что весьма неплохо. Даже на видеокарте GTX 570 в гиговой видеокарте игра выдает 30-40 фпс на низких настройках. Иногда, конечно, может подвисать на пару секунд, но если у вас нет железа помощнее, то это будет терпимо. И вы, наверное, задали себе вопрос, что за хуйня происходит на экране. Ну, это, видимо, автор данного видео не додумался записать видео с помощью шаду плей или банального бандикама. Есть, конечно, и другие примеры с данной видеокартой, но, к сожалению, они не показывают счетчик фреймрейта, что для нас очень важно. Поэтому имеем, что имеем. Итог. Гиговые видеокарты с легкостью запустят новый Doom на низких настройках в 30-40 фпс. Следующая игра Rise of the Tomb Raider. Здесь дела тоже обстоят очень хорошо. Видеокарта GTX 560. Естественно, понижаем все до самого Плинтуса, оставляем свое разрешение и получаем от 25 до 30 фпс. С проседаниями до 15 фпс. Играть, конечно же, в это практически невозможно, но особо хардкорных геймеров это никогда не останавливало. Понизьте разрешение до 720p и, возможно, в некоторых сценах даже 40 фпс сможете вытянуть. Итог. Новая ларочка все же может раздвинуть свои ножки перед вашим слабым персональным компьютером, естественно. Правда, для этого вам придется сильно постараться. Давайте подвинем наш календарь релизов немного поближе и рассмотрим нашумевшую новинку прошлого месяца, которая имеет более 80% положительных отзывов. Watch Dogs 2. Вы, кстати, можете оценить мое видео по данной игре, аннотация на которое будет на экране. Ну так вот, Watch Dogs 2. Видосов по ней не так уж и много, поэтому максимальное дно, которое я нашел, это GTX 750. Как всегда, опускаем все настройки на низкие, оставляем свое разрешение и получаем 30-40 фпс с редкими проседаниями до 20. Могу предположить, что на гиговых видеокартах игра тоже запустится. Но для того, чтобы получить от 20 до 30 фпс, нужно будет понижать разрешение до 720p, если не ниже. Итог. С огромной натяжкой, но Watch Dogs 2 все же может запуститься на слабом ПК, но с жуткими лагами. С тех пор просто шкалит. И что дальше? Медь выше. Идем дальше. Far Cry Primal. Но здесь для слабых ПК все вообще идеально. Видеокарта GTX 570 на средне-высоких настройках и в 720p выдает почти стабильные 60 фпс. Вы можете поставить 1080p и получить стабильные 40 фпс. В любом случае, играть будет очень комфортно. И любое слабое железо с легкостью потянет данную игру. Итог. Смело на любой пекарне берите, настраивайте, играйте и наслаждайтесь. Сулбан, брошь-то. Сулбан. Лысый Хитман. Видеокарта GTX 650. Разрешение 720p. Низко-средние настройки от 20 до 30 фпс. Игра не рекомендуется к установке на слабом ПК, но все же с большой натяжкой запустить ее можно. А вот сможете ли вы играть с 20 кадрами, ну это уже ваше дело. Итог. Двухгиговые видеокарты на средне-высоких настройках потянут данную игрулю. Гиговые тоже потянут, но с большим трудом. Квантум Брейк. Видеокарта GTX 660. 900p и средние настройки от 30 до 40 фпс. Что очень даже хорошо. Итог. Сможет ли Квантум Брейк пойти на слабом ПК? Да, еще как сможет. И выдать вам на низких настройках стабильно-высоких фпс тоже сможет. Данную игру ждали очень давно. Сначала она была эксклюзивом Xbox One. Потом ее анонсировали и на ПК. Сначала ее продавали за 4 куска только в омерзительном Windows Store. А потом и добавили в Steam. Да еще и ценник поставили ну очень приятный. Так что долой всякие сомнения, смело можете играть. Мафия 3. Ну куда же без мафии. Теперь это эталон отборного мыльца не только этого года. Но и вообще всех игр последних лет. Такой убогой графики человечество еще не видело. И такое вот говно не может вытянуть стабильные 10 фпс на видеокарте GTX в 560. На низких настройках и в 1080p. В 900p игра уже в редких случаях сможет выдать вам целых 20 фпс. В 720p и вовсе 30. Зависание и проседание фпс естественно идут в комплекте. Стоит ли идти на такие жертвы ради этой игры, решать конечно же вам. Итог. Двухгиговые видеокарты с натяжечкой потянут мафию. А гиговые через адские муки, боль и страдания смогут выдать вам в лучшем случае ну 15 фпс. Давайте-ка на 8 место поставим сразу 3 игры. 3 шутера. Это Battlefield 1, Titanfall 2 и Call of Duty Infinity Warfare. Итак, Call of Duty Infinity Warfare. GTX 560. Низкие настройки 720p. Все очень плохо. 20-25 фпс с частичными проседаниями до 10 фпс и ниже. Titanfall 2, видеокарта GTX 660. Средние настройки 1080p от 40 до 50 фпс. Ну и Battlefield 1 на видеокарте GTX 560 на высоких настройках и в 720p выдает 20-30 фпс. На низких настройках вы получите стабильный 40-50 фпс. Видео записано еще во время бета-теста. Но на релизе все получили то же самое, так что разницы почти никакой. Итог. Call of Duty Infinity Warfare на слабом ПК вообще практически неиграбельно. А вот Battlefield 1 и Titanfall 2 на слабых ПК идут очень даже хорошо. Так что смело можете играть в данные игрули. Deus Ex Mankind Divided. На старте у этой игры с оптимизацией было все очень плохо. На максимальных настройках на моей GTX 970 она мне даже 10 фпс выдать не смогла. Но на данный момент спустя несколько патчей ситуация улучшилась. И игра на низких настройках в 720p выдает от 40 до 60 фпс. А ну да, совсем забыл. Видеокарта как всегда GTX 560. Итог. Слабая пекарня вполне неплохо потянет данную игру. Ну и последняя игра это Dishonored 2. Как и большинство игр этого года на старте игра страдала от плохой оптимизации. Первый патч немного улучшил производительность. Но даже на средних видеокартах, как к примеру GTX 750, игра продолжает выдавать всего лишь 20-30 фпс на низких настройках в 720p. Итог. Средний пк с большой натяжкой сможет потянуть данную игру. Слабые гиговые видеокарты не смогут вообще никак. Собственно на этом и все. Хотя сюда еще можно было смело добавить такие игры как The Division, Dark Souls 3, Homefront The Revolution, Mirror Stage Catalyst, Overwatch и Shadow Warrior 2. Все эти игры с натяжкой на низких настройках тоже пойдут на слабом пк. Ах да, ну и совсем забыл, что в среднем помимо названных видеокарт, нужно еще как минимум 6 гигабайт оперативной памяти и процессор, ну скажем не слабее i5-2320. Надеюсь это видео было вам хоть чуточку полезно, если да, то оцените его лайком и подпиской на мой канал. А также не забудьте написать комментарий, что я нихуяшеньки не разбираюсь в пк и вообще вы бы запустили любую игру данного топа на старом калькуляторе. Ну а если серьезно, то пишите в комментарии характеристики своего пк и то, как вы вообще играли в новинки этого года. Ваши комментарии помогут другим игрокам с печками послабее. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok